Следующий по хронологическому порядку прошла самая главная пресс-конференция страны. В пятницу почти полторы тысячи журналистов со всего мира получили возможность задать интересующие вопросы президенту России. Очевидно, что дать высказаться всем просто физически невозможно, на это уйдет не один день. Поэтому представители СМИ пытаются разными способами привлечь внимание главы российского государства. О том, как привлекали внимание президента и о чем говорили на встрече, расскажет Айсена Бурнашова. Рабочий график президента Владимира Путина был изменен, в связи с чем впервые за свою историю пресс-конференция была перенесена. Но от этого суть мероприятия не изменилась. Совсем скоро мы узнаем, каким этот год был для России и лично для Владимира Владимировича. Ну а пока в Москве 9 утра и к Международному центру торговли уже начинают съезжаться журналисты. Регулярно встречаться в конце года президент России начал с 2001 года. Всего на 12-ю пресс-конференцию аккредитовано ровно 1437 журналистов. География, конечно, широчайшая. Здесь иностранные СМИ из Франции, Германии, стран СНГ и других государств. Из российской прессы приняли участие федеральные каналы, первые издания страны и, конечно, большое количество региональных СМИ. Каждый из них подготовил свой вопрос, на который был готов услышать прямой ответ из уст президента. Кузбасс – это угольный регион, да, мы этим живем, мы этим кормимся, мы греем Россию. И поэтому для нас сейчас очень актуально стоит вопрос того, что в России развернули компанию против угля «Крестовый поход». И если перейти на какое-то другое топливо, да, Кузбасс, ну, просто останется без работы весь. Мы будем сидеть на рельсах и опять стучать касками. С той же инициативой введения сухого закона в Санкт-Петербурге я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу с призывом на фоне трагедии вот в Иркутске, когда травились боярышниками суррогатной водкой, ввести в Россию сухой закон, чтобы не умирало по полмиллиона человек год и чтобы Россия стала процветающей. Мы зададим вопрос про мусульманский канал. То есть сейчас в мультиплексе существует два православных канала и, как бы, наша ума тоже нуждается в мусульманском канале. В прошлый раз в 2012 году был без плаката. Вот с учетом того опыта четырехлетней давности, вот такой красивый плакат. Представители Якутии не первый год принимают участие на пресс-конференции главы федерации и полностью готовы к беседе с президентом. Нас приехало семь человек. Это представители газеты КЭМ, представители Амгинского УСА, Мирнинского района, Якутиское САХ информационное агентство и газеты САХ СРМ. Если нам удастся задавать вопросы, они будут важны и для Мирнинского района, и для Якутии, и, возможно, даже для ДФО. Потому что у нас на севере у всех одни проблемы и одни вопросы. Редакционной коллегии решили, что зададим два вопроса. Первый вопрос будет касаться продолжения программы по переселению жителей из аварийного ветхого жилья. Второй вопрос касается поддержки местного населения. Возможно ли создание какой-либо программы, может быть, даже хотя бы на таком проектном режиме, чтобы для местного населения был стимул оставаться жить уже в Якутии. Пресс-конференция традиционно началась в полдень по московскому времени. По сложившейся схеме конференции первым, кому из журналистов дать микрофон, решает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже потом Владимир Владимирович рулит сам. По обыкновению первый вопрос задает журналист из кремлевского пула. Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал приоритет опытному журналисту из радиостанции «Маяк». На повестке дня, как и всегда, самые актуальные вопросы. В первую очередь разъяснений потребовала позиция России по отношению к Сирии и взаимоотношения с Америкой. А после ужасающего события в Турции, убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, была продолжена и тема борьбы с терроризмом. Владимир Путин ответил и на вопросы из области социальной сферы – гуманитарной, культурной и экономической. Слова «нефть» и «рубль» в этот день прозвучали неоднократно. Мы считали, что бюджет 2016 года изначально из расчета 50 долларов заборыли, а он оказался 40. Несмотря на это, и в ВВП тенденции изменились, и инфляция, и мы сохранили резервы и так далее. Так что это, кстати говоря, очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно. По окончанию пресс-конференцию президента обычно расхватывают на цитаты и крылатые выражения. Некогда это была история с вятским квасом и журналисткой Машей. А в этом году появились свои фишки. Состоятся досрочные выборы президента. Еще второй вопрос. Какой страны? В Российской Федерации. Здесь сразу скажу, возможно, но не целесообразно. Спасибо. Хотелось бы услышать больше вопросов, которые касаются вообще развития Дальнего Востока. Это актуальная тема. Но, к сожалению, ни Дальний Восток, ни Арктика в этот раз не прозвучало. Естественно, это очень значимое медиа событие для журналистов. Поэтому я считаю, что мы достойно представили Якутию. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Москва.